Адреслевые планы работы обсудили на общегородском совещании в Химках в центре внимания вопроса ЖКХ. В этом году капремонт проведут в 134 домах. Работы по реконструкции фасада, замени кровли и лифтов уже завершены по 22 адресам. Модернизируют и контейнерные площадки. В рамках модернизации контейнерных площадок в этом году было модернизировано 54 контейнерных площадок по 36 адресам. Дополнительную администрацию выделено финансирование и будет модернизировано еще 15 контейнерных площадок. Продолжается в Химках и преображение подъезда. Всего в плане на этот год 93 адреса. С целью приведения подъезда в нормативное состояние продолжаются работы сходных подрезков. На следующей неделе эти адреса будут закончены. Но, как отметили на встрече, не все управляющие компании добросовестно относятся к обслуживанию своих территорий. Почти 300 домов, 260 домов обязаны, согласно действующему законодательству, ремонтировать подъезды в городе. Но они этим не занимаются. И, возможно, жители даже не знают, потому что эти компании обязаны ремонтировать подъезды. Я вас прошу в этом случае пригласить коллег в администрацию. И мы попросим надзорного органа, чтобы вы провели вместе с ними совместное совещание. Кипят работы по капремонту и в дошкольном отделении 7-го лицея. Уже на следующей неделе там заменят кровельное покрытие, инженерные коммуникации. Состояние здания ДК Легачева оценят на предмет аварийности. А в Кутузовском проведут обход территории. У нас очень много жалоб также было по Дому культуры Легачева, который на сегодняшний день оценен как аварийный предварительно. Также будут встречаться с жителями и определять перспективу уже существования данного здания. В Лунево на следующей неделе завершат обустройство новых тротуаров. Параллельно работы начнут в Юрлово. Комплексное благоустройство дворов на предстоящей неделе проведут на шести адресах. Также в плане работ и масштабный капремонт дорог. Получено положительное заключение по трем участкам дорог. Это молодежный проезд, юбилейный проспект и улица Панфилова. С сегодняшнего вечера планируется нанесение дорожной разметки. Еще одна тема совещания о модернизации системы уличного освещения. Эту работу проводят в рамках концессионного соглашения. Так, заменят более 450 опор, установят и 7 шкафов управления. Уже на следующей неделе подведут итоги голосования по выбору названия новой железнодорожной станции в Химках. В общей сложности порядка шести вариантов были предложены жителями. Голосование проходит на сайте администрации при помощи портала госуслуг. На сегодняшний момент лидирует название «Монумент». В плане работ на следующую неделю и ремонт котельных. Специалисты ТСК «Мосэнерго» проведут работы на 11 адресах. Благодаря этому качество теплоснабжения повысится более чем у 80 тысяч жителей города. У нас запланировано 25 основных мероприятий. Это 4 котельные, МППР, 4 ЦТП и 14 повреждений, можно сказать, ремонт теплотрасс. Обсудили на совещании формат выездных администраций. С начала этого года в Химках уже провели 25 таких встреч каждую неделю у жителей. Есть возможность задать свой вопрос или предложить идеи по улучшению своей территории. 4 числа у нас в микрорайоне планерная в школе номер 19 пройдет выездная администрация, где будут все заместители, подведы и все структуры жителей смогут прийти и задать свои интересующие вопросы. На следующей неделе продолжится масштабное преображение Химкинского лесопарка. Возобновляется работа по очистке пруда, определена подушка и также сокращается глубина данного пруда. Также продолжается работа по разбивке лыжероллерной трассы. Сегодня в Химках работают 13 лагерей на базе образовательных учреждений, дневное пребывание и досуг. В стенах школы организован почти для полутора тысяч учеников. На следующей неделе для ребят проведут череду патриотических мероприятий. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Почаров, Софья Ткаченко, Новости Химки-ТВ.